Я с детства верующий, но на самом деле Евангелие Благодати начало со мной работать буквально в 2018 году. И тогда я только знал, в то время я только знал, что деньги и Бог это вообще противоположные вещи. Я был бизнесменом с 18 лет. Кстати, зовут Андрей, со штата Вашингтон, окружно Сиэтла. Вы, кстати, английские слова знаете чуть-чуть? Уже легче. Я просто, когда сюда прилетел, посмотрел, везде говорят чуть-чуть по-английски. Даже вот в разговоре раз, английское слово. Думаю, ничего себе. У нас просто славяне в Америке, они тоже перековеркивают английские слова и добавляют русское окончание. И так все разговаривают, и ты как-то должен это понять, и даже американцы слушают что-то вроде знакомое слово, но оно чуть-чуть другое. И думают, у Вас язык такой, как будто Вы, что у Вас тоже близко к английскому языку? Я встретился с Евангелем Благодати, и тогда только начались на самом деле перемены внутри. Я очень много старался, стремился, всю жизнь верующий. И мои старания или мое желание быть лучшим, у меня есть такое чуть-чуть внутри, оно, кстати, может быть на пользу, соревнования, знаете, немножко есть. Хочется быть лучшим в том, что ты делаешь, хочется быть лучшим мужем, лучшим отцом, лучшим бизнесменом, лучшим кем угодно. И это хорошо, но это тебя может очень сильно разочаровать на самом деле. И я пришел в один момент в моей жизни, когда я полностью-полностью разочаровался. Хочу пока не отходя от кассы. Виталий Ефремович, огромное спасибо. Вы думаете, как это я из Штатови, я не прыгаю, да? Просто если бы я тут напрыгался сейчас, я бы уже не мог бы говорить. Был бы просто запыханный, мокрый весь, и все испортилось бы. Поэтому, но Виталий, невозможно стоять на месте, если кто-то стоит на месте, вы еще не поняли. Радуйтесь, Господи, это мощь. Бога есть на это поколение, я не говорю так о себе, но пусть так Бог будет говорить обо мне. Но я думаю, Бога есть на это поколение, вот в разных сферах, в разных стилях, как раз помазание, то, которое он передает через музыку, через слова, через бизнес, через учение. Это просто мы счастливчики, что мы находимся вот в этом месте и вообще в этом времени. Вы уже знаете, для вас не новость. Мы живем вообще на самом деле в самое лучшее время за всю историю человечества. Я встретился с благодатью, и для меня было нелегко согласиться с тем, что у Бога есть способность. Сейчас я выдохну. Я реально просто аж, я на прославлении просто чувствовал, просто огонь Духа Божия, вот реально. Спасибо, Господь. Благодать меня заставила перейти в сферу свободы, в мышлении, в отношении к людям, в отношении к себе. Это номер один. Потому что когда мы живем под законом, когда мы живем в наших стараниях, в наших усилиях, мы на самом деле стоим на очень тонком месте или, скажем, на пропасти, которая легко может обломаться. Кто-то знает место, проклят всякий, кто надеется на человеческую плоть. А мы же плоть, да? Поэтому мне пришлось в момент полного разочарования, полного, знаете, как... Это было место, в котором любой бы человек, даже я бы, я думал, что я уже разочаруюсь полностью. Я, в принципе, был уверен в этом, 99.9%. И пришла Божья благодать и освободила от этого всего давление и от этой всей старания и всего этого за одну ночь. Почему я считаю, именно от благодати все начинается? Особенно для нас, славян, которые в христианстве, в разных деноминациях. Потому что у нас есть отец, который все сотворит, который абсолютно каждого из вас лично знает, который вникает в каждое ваше желание. И он является источником благодати. И попасть в благодать, это если вам удастся. Если это вам удастся один раз в жизни попасть в благодать, вы никогда оттуда не выйдете. Я знаю, что все здесь в благодати. Я это говорю для тех, кто будет смотреть. Потому что в состоянии, когда вы находитесь в благодати, открываются возможности, которые вы не видели до этого. И я помню, вечером я ходил в доме, я был полностью один. Я ходил, молился, спорил с этим мучением о благодати. И потом просто сказал, Господь, я сдаюсь, и у меня просто нет вариантов других. Мне терять нечего. I have nothing to lose. Или сейчас, или никогда. Я уснул со слезами. И утром я проснулся от того, что впервые за всю свою жизнь, христианской жизни, я был свободен от всякого давления. Я это почувствовал физически. Я почувствовал, что мои мозги освободились на 90%, как будто я, знаете, вот только, не знаю, родился. Я не знаю, как правильно это объяснить. Просто полностью свобода. Если вы за этот вечер и за завтра, если вы запомните, или, может быть, если вас прикоснется то помазание, та энергия, которая приходит от него, от благодати. И если я помогу это, рассказав то, что Бог открыл или то, что Он делает в моей жизни, если вы этим зажгетесь, как Виталий сказал, вы это перевернете с головы, с ноги на голову весь Киев, всю Украину для Царства Божьего. Это правда. И я проснулся, у меня была свобода в мышлении полностью. И я просто понял, что все, что я могу сейчас, то, что я вижу, то, что я могу взяться делать, это будет умножаться просто само по себе. Не важно, что бы я ни прикоснулся. Помню, я не знаю, откуда они взялись, те люди, но мне кто-то позвонил с другого штата и говорит по-украински, говорит, ты, брат Андрей, кстати, чуть-чуть помню еще украинский, я родился в Одесской области, в Белгород-Днестровске. И я говорю, да. Ты молишься за больных? Нет. Ну, у меня то-то-то, мне надо молиться. Прямо сейчас моли за меня. Помолился. Люди еще пережили такое присутствие Божие, что там, в общем, я еще не слышал такого по телефону, чтобы кто-то так громко молился. Может быть, 50-ники были, я не знаю. И через две недели эти люди мне звонят, чтобы получили исцеление. Думаю, откуда они берут эти... Я просто увидел, что абсолютно тебя находит. Твое пребывание в благодати будет примагничивать людей, которые нуждаются в благодати. Я приходил... Спасибо, Господь. Я приходил в магазин, иду просто до кассы, и... Это эмоционально. И рядом стоит человек, который начинает просто спрашивать меня, ты, наверное, знаешь Бога. Эти вещи происходят. Потом, когда я взялся какой-то бизнес делать, клиенты сами пришли. Я вам сейчас не рассказываю сказку, что вы просто сидите и ничего не делаете. Да, я начал бизнес, я вложил какие-то деньги, я начал это делать. Это не было просто так, с потолка. Но ты примагничиваешь успех к себе. Ты примагничиваешь людей, которые или от тебя могут получить заряд, или ты зарядишься от них. Почему меня примагнитило к людям, которые говорят о благодати? Я никогда не устану. Я могу просто с открытым томом слушать Виталия. Потому что он уже рассказал все, что я должен говорить. Но я буду еще раз это слушать, еще раз это буду слушать. Потому что это то, что примагничивает. Это благодать, это один дух. А при чем тут бизнес? Многие люди говорят, а при чем тут бизнес? Мы говорим о вере, тут мы говорим о благодати, тут мы говорим о бизнесе. Бизнес как раз и есть единственная платформа, на которой ты можешь проверить вообще свою веру. Вообще она у тебя работает или нет? Знаете, кто из вас здесь в каком-либо бизнесе, в любом предпринимательстве? Так уже здесь 50 миллионеров. На самом деле есть. Это правда? Но, но, это не просто я говорю какие-то громкие слова. Вы когда стартовали какой-то бизнес, вы начинали бизнес, какая у вас была первая цель? Допустим, у меня. У меня не была первая цель деньги. Я знал, что это будет результат моего качественного обслуживания, это будет результат моего товара, который я буду рекламировать или что-то делать. Это будет результат. Деньги будут результат. А когда вы начинаете бизнес, я, допустим, знаю некоторых женщин, которые начали бизнес manicure, pedicure, то есть разные вот эти, как это, ногти, когти, красите это все делать, прически. И спасибо, Господь, за такие женщины, потому что нам это нравится. И женщина, когда начинает такой бизнес, она не думает сейчас о деньгах вообще, это абсолютная правда. Все, что она себе представляет, когда начинает такой бизнес, какие довольные другие женщины и девушки и улыбаются, и красивые. Это то, что она видит результат своего бизнеса. И если она будет делать так, что все женщины, которые у нее будут обслуживаться, будут уходить очень некрасивыми и страшными, то все деньги, ну и что же цель деньги? Правильно? Вера на самом деле в человеке находится у каждого из нас, абсолютно у каждого человека. Даже атеист имеет веру. Именно атеист, кстати, и имеет большую веру. Все люди имеют веру. Вера — это мое описание веры, вы можете с этим согласиться или нет. Я говорю, если вам, даже если вы ничего не запомните, но если вы просто откроете свое внимание для того, чтобы получить кое-какие вещи, которые я увидел, что они работают, этого будет достаточно, чтобы перевернуть вверх ногами всю Украину. Это правда. 12 человек, вы это знаете, перевернули весь мир. Так вот, смотрите, вера на самом деле — это способность увидеть и осуществить. Способность увидеть то, что ты не видишь своими глазами еще или другие не видят. Когда вы открывали бизнес, вы могли бы похвастаться результатами вашего бизнеса? Вот вы его планируете, вы хотите построить, допустим, дом. Давайте самое простое. Построить дом. Вы можете рассказывать, какой этот дом будет, да? Вы можете всему свету рассказать, что вы хотите, как этот дом выглядит, что будет внутри, какой дизайн и так далее. Но если бы вы позвали всех своих друзей и показали бы вашу идею, вам показать было бы нечего, правда? У вас есть воображение, которым вы имеете этот дом, вы его создали внутри себя. И вера — это есть осуществление этого воображения. Это, наверное, самое простое именно описание веры. Все люди, которые участвуют в каком-то бизнесе, в каком-то творчестве — это самый, можно сказать, идеальный метод проявить свою веру. И это не… Я не говорю сейчас о людях, которые верят в Бога, что Он есть, или не верят, что Он есть. То есть он знает успешных людей, которые не верят в Бога. Ну, серьезно, вы не знаете успешных людей, которые не верят в Бога? Само больше их. Знаете от чего? Потому что у них есть вера. Они могут ей пользоваться. То есть он знает, что Бог посылает дочь на праведных и на неправедных. Солнце сходит над злыми и добрыми. Или не всходит. И над серой буромалиновыми тоже солнце всходит. И тоже успешные люди. Мы сейчас говорим о том, что вера на самом деле — это присуще каждому человеку. И есть люди, которые просто… Это у них в характере. Может, это они… Может, их так воспитали. Может, они попали на конференцию, где им Дональд Трамп рассказал об этой вере. Я не знаю. Но у них это начинает работать. И об этом я хочу говорить сегодня. Потому что, когда мы уже в благодати, когда мы уже в учении благодати, мы уже находимся на территории безограниченных возможностей в Иисусе Христе, то у нас есть в миллиарды раз выше преимущества, чем у людей, которые просто пользуются верой. У нас есть преимущество использовать эту веру по максимальным возможностям. Почему должны быть люди, которые отвергают Бога, мультимиллиардерами? Они пользуются принципами веры каждый день в своей жизни. У них есть какие-то правила в своем бизнесе. То есть, если вы делаете бизнес среди христиан, славян, вы обязательно обломаетесь. Ну, это 99% гарантия. Всегда будут причины из-за чего? Если на вас работают люди, всегда будет что-то недоплощено. Или на вас работают люди, они всегда будут воровать. Или они будут вас обманывать, сколько времени уделить. Или еще что-то. И это в основном находится среди религиозного общества. А успешные люди, они не думают, как мне урвать сегодня в зудь всех остальных. Может быть, это чисто наши славянские. Я сам там вырос. Я могу так говорить, окей? Люди успешно смотрят на дальше. Я хочу быть в хороших отношениях с людьми и держать эти отношения. Потому что сегодня я миллионер. Завтра я что-то сделал неправильное решение, я обанкротился. Но ты миллионер, и мы вместе опять что-то сделаем. А если я буду... Знаете, у нас есть такое, наше славянское, что в себе. А всех мы видим сегодня, мы только видим сейчас. И вот это видение, это не вера. Вера — это способность вообразить, что ты сейчас хочешь. Вообрази, представь себе то, что ты хочешь, то, что ты мечтаешь. Можем мы опять начать мечтать? Вера — это вообрази или представь себе то, что ты хочешь, и осуществляй. Я вас ничего плохого просить не буду делать. Но если можете, закройте глаза. И просто представьте себе то, что вы на самом деле хотите. Жену, мужа кто-то хочет. Детей. Дом. Какой дом ты хочешь? Машину. Какая машина? Деньги хочешь. Сколько денег ты хочешь? На отдых поехать? Куда сейчас ездить? В Египет или куда там? В Турцию. Что именно ты хочешь, ты можешь это вообразить. Если ты это можешь вообразить, что ты хочешь, у тебя уже есть вера. Это гарантия, что у тебя есть вера. Если ты воображаешь это, значит, у тебя есть уже способность это осуществить. Это не ход к коням, я вам там это рассказываю. Это на самом деле абсолютная правда. Вот то, что ты можешь представить, это ты на самом деле можешь иметь. Есть вера, которая заберет у тебя все эти возможности. Знаете, это какая вера? Это вера в плохое. Это страх. Вы закрываете глаза, антихрист через два часа уже придет. Уже конец света. Всех сейчас будут взрывать, все уничтожать. Вавилон Америка разрушится. Звери приходят там. Вы же это представляете? Вы когда говорите, это все взято из откровения. Образы всякие. Фильмы есть уже. Но вы получите то, что вы вообразили. Рано или поздно. Я в своей жизни за эти три года, пребывая в благодати, пережил десятки, может быть, уже сотни своих личных чудес. Из-за того, что я это хотел и я это увидел. Кто может мне звонить, пока я в Киеве? Я это увидел и я это захотел. Я вам сейчас расскажу интересную историю, которая, возможно, вы уже знаете. Кто Бог для вас? Кто Бог отец для вас? Кстати, хочу сказать. Видите, это кафедра, да? А я такого роста, что и это как будто высокое. Я одну вещь заметил. Я жил в Чили полтора года. Ну, в общей сложности. У меня там моя невеста живет. Сейчас там закрыта страна. Я не могу за ней полететь или ей прилететь в Америку. Ну, я там вообще классный рост. Потому что, ну, чилийцы в основном, ну, чуть ниже меня. Я нормально себя чувствовал. Они все там видят какой-то белый человек там с поклоном везде. Все. Прилетел в Украину. Все, как правильно сказать? Длинные? Высокие? Все высокие. Вау. Я тут на каждой фотографии это. Смотрите. Но это не уменьшает та вера, которая может быть внутри тебя. Вера, которая внутри тебя, она сделает абсолютно все, что ты хочешь. Сейчас я вам расскажу историю, которая, может быть, взбодрит вас внутри понимания о Боге. Кто Он для тебя? Бог Отец. Кто Он для тебя? Помните, такой был парень в Ветхом Завете. Он, в общем, заболел. Парень-дедушка. Он уже был дедушка. Парень-дедушка. Мы говорим, такой парень, потому что он такой бодренький. А тут раз он заболел и умирает. И там есть одна глава, где он жалуется Богу, что ему не нравится вообще вокруг. Ему не нравится, что много грешников. Ему не нравилось, что люди не исполняют заповеди Божьи. Ему не нравилось, что нечестивые успевают. Ему это не нравилось. И вот именно от этого он и заболел. Я подозреваю, что именно от этого. Если вы живете вот в таком, не вы, но кто-то, кто смотрит. Если вы живете в осуждении других, да, все вокруг грешники, все вокруг что-то, что-то должны Богу вам, не знаю, вашим пониманием. Это рецепт заболеть. И вот этот парень, он заболел, парень-дедушка. И он, короче, решил, что ему надо все уже, закрывать всю эту жизненную дорогу и все это вот, уходить. И приходит к нему пророк Божий и говорит. Так говорит Господь. Пиши завещание, собирайся, все. Юрдан, закрываем это все, иди уходи. Но серьезно, ему Господь через пророка это сказал. Есть момент, когда тебе нужно услышать плохую новость, чтобы поставить под сомнение то, что Бог сказал. Представляете, как кощунственно звучит. Этот человек осмелился кощунственно подумать против того, что сказал Бог. Он раз и заявляет. Он услышал эти слова, и он заявляет вслух. Вот почему Виталий вначале сказал, что если тебе нечего сказать, то лучше молчи. Но лучше, когда тебе будешь что сказать, скажи хорошие слова. За хорошие слова, Писание говорит, вы можете ожидать высокое вознаграждение. Соломон об этом сказал, это же его опыт мудрости. За хорошие слова вы можете ожидать высокое вознаграждение. Этот человек услышал это слово от Господа. И поверил этому слову всего на одну секунду. Он сразу поставил это под сомнение и говорит, подождите. А я знаю, мой Господь, Он вообще жив. Он вообще избавляет от всякой беды. Он вообще, Он сейчас может все это изменить. И он это сказал вслух, прямо вслух. Уходит этот человек Божий, который от Господа придет ему новость. И буквально там через короткое время приходит этот же человек Божий обратно и говорит, так говорит Господь, а теперь будешь жить. Что изменилось? Господь поменялся. Господь отвечал человеку каждый раз на то, что он на самом деле хотел. Он хотел умереть, так говорит Господь, пока. Я хочу жить, так говорит Господь, живи. Бог, Отец на самом деле не имеет никакой цели остановить нашу жизнь в 40 лет. В 29. Так была воля Божья, забрали на небо певца хора, там не хватает и там будет петь. Это неправда. Это неправда о Боге Отце. Это неправда. Бог всегда благой, всегда благой, всегда благой, всегда благой, всегда благой, всегда благой для всех, всем, всегда. Спасибо, Господь. А враг приходит украсть, убить, еще что-то сделать. И Иисус показал истинного Бога. Иисус ни одного человека не убил, воскрешал мертвых, да? Ни одному человеку не дал болезнь проучить чему-то, ну какому-то мытарю. Ну, чтобы он там что-то плохое не делал, раз ему там ногу и снес. Он же мог такое сделать? Не мог. Он показал Бога Отца. И то, что происходит с нами, какие-то ситуации, это потому что... Не вините меня за эти слова. Это потому, что мы этого хотели. И на самом деле где-то мы вслух это сказали. Это правда. Где-то мы вслух произнесли это. Я пересматривал свою жизнь, когда у меня случились самые, можно сказать, неприятные вещи в моей жизни. Ну, и по моей вине, и по еще чьей-то, не имеет значения. Когда я столкнулся с благодатью, я начал просто делать анализ этому, что хорошо, за хорошие слова есть хорошее вознаграждение, а за плохие слова. А говорил ли я когда-то вслух вещи, которые потом случились в моей жизни, негативные, и меня просто как пронизало, как молния. Слушай, даже помню место, где я был, что я это сказал. Даже помню, что я делал, что я это говорил вслух. Вера, она начинает, помните, вера от слышания. Даже если ты говоришь своими устами, твои уши тебя же слышат. Вера от слышания. Так, кстати, получается, когда Божий человек пришел к этому парню-дедушке и сказал, что собирайся, пиши завещание. Получается, ну, в тот момент, как у вас говорят, киевляне, одесситы, парень сказал, пацан сказал, пацан сделал. Есть такое выражение? Кстати, недавно думал об этом. Откуда в Киеве такие все выражения? Я просто так представляю. Или одесситы все переехали в Киев. Ну, нормальные одесситы, уже как бы там просто их нет, здесь они все. Или киевляне приезжали на отдых, поучились немножко, вернулись сюда, и тут уже те же самые жаргоны. Но потом второй случай, когда Господь тоже сказал, и не случилось первое пророчество. Получается, пацан сказал, пацан передумал. Есть такое выражение тоже, да? Пацан сказал, пацан передумал. Тот сказал, сделал, а тот уже передумал. Почему Бог может передумать? Потому что ты передумал. Ты передумал. Ты помечтал о другом. Ты видел уже себя в гробу, что все будут плакать. Есть такое, да, мания у людей, как бы, что когда они одиночество или на всех обижаются, тогда они представляют самое худшее, что в их жизни происходит. Я-то, кстати, иногда делал это, когда мне было плохо. Думал, мне хоть так, может быть, будут плакать, когда я умру. И все, кто на меня злились. Есть такое, да, иногда? Я не знаю. Может, у меня только я один такой. Но это как раз и происходит потом с нами. Иногда Бог просто смилуется. Он же всегда добрый. Мы мечтаем что-то плохое для себя. Ну, вот, негативное. Или для кого-то. А Бог, ну ладно, хоть он это просит, я ему этого не дам. Классно, да? Бог иногда такой милосердный. Мы думаем, слушай, повезло ему, смотри. Оттуда выкрутился, оттуда выкрутился. А могло бы быть. Бог хочет, чтобы мы, вот, в колеи были веры. Вера – это где сам Бог находится. Или, если это правильно сказать, это mode или состояние, колея, в которую, если ты попал, ты там, где Божье обетование. Страх – это там, где нету Бога и Его обетований. Это тоже вера, в которой нету Бога, присутствующего там, и Его обетований. Страхи нету. В вере есть. И вот давайте еще одно место сейчас. Как раз я еще не читал Библию, да, как бы официально. Может, не считается еще проповедью. Еремея, 14 глава. У меня, кстати, трое детей. Джессика старшая, 14 лет. Джеремая – это Еремия, мальчик, 11 лет. И самая меньшая, Дженея, 7 лет. И классные дети, все. Я, когда открываю Еремию, я как бы, ну, мне это близко. Спасибо, Господь. И, знаете, вот смотрите, 14 глава с 1 стиха. Я буду выборочно. Может, кто-то это уже слышал, но это очень здесь уместно. Слово Господа, которое было к Еремии по случаю без дождя. Без дождя. Есть такое слово русское, да? Без дождя. Так написано в сильно дальнем переводе. Посмотрим дальше. И здесь говорится, что, значит, почва уже, ну, это рассекается, что нет дождя, эти животные мучаются, что нет, потому что нет травы. И интересно дальше, что этот человек думал, что это из-за их беззаконий. То есть они думали, что это не доигрались. Ну, есть такое, да? Доигрались. Нате вам, нет дождя, все поумирают, все закончится, вот вам наказание. Люди так думали о Боге. Мы так не думаем о Боге. Правильно? Мы не думаем так. Надежда Израиля. И дальше он говорит, смотри, оступнишься наше велико, согрешили мы перед тобой. Это седьмой стих. Надежда Израиля, спаситель его во время скорби. Опа. Исповедание сказали, подожди, это спаситель во время скорби. Ветхозаветнее понимание Бога было так. Бог лечит и Бог калечит. Бог благословляет и Бог проклинает. Это было их понимание. Поэтому они так думали. Но как только они начали произносить слова другие. Дальше. Для чего ты как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать? Представляете, я когда столкнулся с этими выражениями здесь, я на самом деле увидел вот эту боль человека, боль души или как сердца. Многие люди проходят это. Они думают, что Бог, когда... Помните, у вас были случаи, когда Бог к вам приходил, у вас были чудеса. И потом, когда тебе что-то еще нужно, ты просишь, молишься, делаешь те же самые методику, посты по 40 дней, 12 часов слез. Ну, это у писядников 12 часов слез. Еще что-то. И ничего не происходит. Ты подожди, Господь, ты приходил ко мне как будто переночевать. Только один раз. Чтобы мы запомнили, что ты был у нас. Для чего ты, как человек, изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти? Представляете? То есть вы смотрите на Бога, Он мощный, сильный, все может, от Него исходит эта вся мощь и сила, но ты ничего не можешь делать. Вот ты, Господь, великий, но ты ничего не можешь сделать. Представляете, какая критическая ситуация может быть в мышлении? Бог сильный, да, но ничего не хочет делать или не может. И однако же ты посреди нас, и твое имя наречено над нами, не оставляя нас. Понимание вот это Бог, который может, но не хочет. Почему сейчас это важно? Потому что мы будем говорить эти два дня о бизнесе. Я считаю, что начало, особенно для нас, которые уже находимся в благодати, находимся в церкви, в служениях. Какого Бога ты видишь, от такого ты Бога будешь ожидать? Какого Бога ты видишь? Думаете, что это один и тот же Бог, который, одни видят, что Он лечит и калечит, и тот же самый Бог, который показал Иисусу, это разные. Я вам правду говорю, это разные. Тот не отвечает, который лечит и калечит, Он не отвечает. Он молчит. Вот, Он просто как прохожий. Он вроде имеет вид такой. У нас же есть все истории в Библии. Что Бог делал с Израилем? Какие великие случаи происходили? От такого Бога, который показал Иисус, кажется, это совершенно другой Бог. Какого Бога ты видишь и веришь, от такого Бога ты можешь что-то ожидать. Бог, который лечит и калечит, Ему надо жертвоприношение, Ему надо старание, Ему надо кровь, Ему надо твои посты, молитвы. И кто-то подошел ко мне и говорит, сколько ты утром молишься перед работой? Нисколько. Я всегда хожу в присутствии Господа. Не важно, что бы я делал. На пляже загораю, в спортзале качаюсь. Не важно, я всегда хожу в присутствии Господа. Мне не нужно что-то делать, чтобы у меня получилось лучше. Мне не нужно ничего делать, чтобы это улучшилось. Я могу это делать только для себя, если я хочу что-то такое делать, пост или специальный час молитвы, или чтение Библии, для того, чтобы я успокоился от, может быть, суеты, ушел от этого всего, сконцентрировался на обетованиях Божьих. Почему это важно, какой Бог в твоем понимании? Потому что сам бизнес, который ты будешь делать, это будет копия твоего понимания. Любой бизнес, любой бизнес, который ты делаешь, является копией понимания, кто Бог для тебя. Я встречаюсь тоже с людьми, которые, ну, наши славяне в Америке, сейчас уже здесь, но больше там, которые считают, и многие так считают, что церковь это церковь, а бизнес это бизнес. Слышали такое выражение? То, кто Бог для тебя, так ты поступаешь с людьми. То, кто Бог для тебя, так ты относишься к тем, которые работают для тебя. Поэтому эти вещи связаны, для меня это связано. И я иногда тоже встречаю такой, знаете, негатив, что вы путаете это все, Библия, бизнес, деньги, Бог. Ну, сами драгоценности, которые вы уже знаете, есть алмазы, да, там, золото, серебро, платинумы, что еще добывают? Все остальное. Второе. Это Бог заложил их в землю. То есть, если Бог мог заложить вот эти маленькие штучки в землю, то представляете вообще, какими драгоценностями Он вообще может играться там на небе. То есть, если вот эти вот песчинки там где-то, какого размера? Если просто улицы, асфальт просто в Новом Иерусалиме, это золото, это асфальт. То есть, вот вы ходите, вот здесь, вот, допустим, было бы золото, вот это все. Что бы это золото стоило? Это просто ничего, это просто асфальт. Если Бог заложил эти вещи, значит, это говорится о том, что это от Него. Алло. И есть принципы, которые могут тебя привести к мышлению такому. Если это Бог такой, я начинаю повторять Его, я начинаю заходить в эту сферу, быть похожим на Него. Значит, у меня отношения с людьми такие, так как Он, Он всегда благ ко всем злым и добрым. Если меня сейчас Олег ударит, то, я не знаю, хватит мне добрости, здоровый дядька. Или вот боксер этот наш, Кристиан. Но если я смотрю на Бога Отца, Он всем дает благо, абсолютно всем. Человек, который проклинает Бога, Бог дает ему благо. Как-то неправильно, несправедливо. Но если я думаю о Боге, что Он может быть справедливым, это дать хорошее хорошим людям, дать плохое плохим, уже не на того Бога я смотрю. Потому что Он всегда благ ко всем, ко всем, ко всем. Нравятся нам эти люди, не нравятся. Гитлеры, они просто хорошие, самые благотворительные люди в мире. Нам они не нравятся, а Бог всегда делает доброе. Теперь, если эти люди избирают что-то делать плохое, в бизнесе, допустим, да, что может быть результатом этого? Кто-то его слышал, не давайте место дьяволу. Ну, дьявол, это вообще такая собака, очень злая, но она убегает от твоего простого одного слова. Это такого размера дьявол. И если есть глупые люди, которые дают ему место, он их кусает. Да, люди, которые, может быть, не знают Бога и не знают, что есть даже такая собака, они, конечно, ее не прогоняют, она их постоянно кусает. Но мы, как верующие люди, которые двигаемся в благодати, мы должны понимать наши размеры и наши отношения. Мы такие, как Иисус Христос, а все вот эти враги, бесы и дьявол, это вообще ничто. На самом деле, это правда. Кто-то мне рассказывал историю, что на небе была война, я помню, с детства это слышал, война, Бог воевал, ангелы белые, черные, летели эти все перья. Тысячи лет, миллионы лет война длилась. Ну, наконец-то свалили они этого ангела, и он, там, есть истории, да, об землю ударился, стал рогатым. Но, а как это, это не клеится, когда один вялый христианин, еле-еле живой, дохленький, говорит слово, пошел вон, и он уходит. Он поджимает хвост и убегает. Какие размеры? Поэтому, если мы знаем, что мы во Христе, мы праведность Божья в Иисусе, представьте себе, мы праведность Божья, мы цари и священники, мы царствуем, все остальные враги, ничто, вообще ничто, ноль. Если мы придаем им значение, они будут иметь значение. Дьявол только что успел в мире сделать, особенно начиная с католической церкви, еще, что он обманул людей о том, кто он есть, для того, чтобы люди его боялись. Но страх – это место, где нету Бога и его обетований. Вера – это место, где есть Бог и его обетования. Люди, которые пришли, помните эти, Иисус Навин и Халев, они подошли уже потом, позже, второй раз в старости, и они взяли там эти города, взяли эти горы. Это люди, которые всегда были в состоянии веры, но не страха. Понимаете, это их очень мало, чисто естественно в характере. Поэтому нам остается только одно. Или об свои личные ошибки ударятся много раз головой об стенку, что у нас не получается прийти к тому, чтобы наконец-то, окей, Господь, я успокоюсь, я прыгаю в Твою благодать и начинаю ходить верой. Я начинаю это проективать в своем бизнесе, я начинаю практиковать это везде. Или это будет всего два человека из трех миллионов. Серьезно? Это очень нехорошая статистика, не в пользу. Кто из вас знает эти термины? Как это сказать по-русски? The volatility. Волатильность. Волатильность. Кто из вас знает, что это такое? Волатильность это когда какой-то актив двигается настолько хаотично или быстро в какую-то сторону, что его очень сложно остановить или очень сложно определиться, что с ним будет. Так вот, волатильность есть на биржах, может кто-то слышал, на крипто волатильность есть, знаете, она ходит раз резко, там пять тысяч биткоин рванул, потом раз десять в минусе. И вот так ходит волатильность. Сейчас, кстати, последние два месяца так где-то гуляет. Окей, это волатильность. Но мы люди тоже очень волатильны. И Бог сделал огромный риск, вообще самый большой, наверное, риск. Я иногда тоже думал об этом, хотя я маленького роста и думаю, интересно, зачем Господь вообще нас создал? Знаешь, как бы, ну ладно, там большие есть такие здоровые люди, ну вот вообще люди, зачем Он их создал? Если мы такие волатильные, мы сегодня интересуемся им, и нам интересна его вера, нам интересна его мышление, нам интересно вообще иметь с ним дело, завтра мы на него обиделись, уже Он виноват в наших неудачах. Представляете, какая волатильность? Представляете, как к вам так бы люди относились каждый день? Вот, женился, жена сегодня раз, одно, завтра другое. Ну это же вообще, это невозможно, да, поэтому люди не выдерживают иногда, потому что волатильность. А Бог сделал еще, увеличил риск. Кроме того, что создал мужчину, еще создал женщину. Алло, волатильность на самый верх. Викс 40, да, как правильно сказать, зашкаливает. На самом деле, женщины, кстати, менее волатильны, на самом деле. Смотрите. Спасибо, Господь, за женщин. И Он сделал еще один риск, Бог. Он увидел, что мы из-за нашей волатильности натворили кучу, кучу, кучу проблем. Он отдает еще своего сына и влаживает в нашу всю эту акцию земля, люди, все вот эти волатильные активы, которые творят, что хотят. На самом деле, я представляю, Бог за 10 тысяч лет, если это правда, сколько наша земля существует, примерно 10 тысяч лет. Сколько Он видел вообще? Он, наверное, даже смотреть не хочет. Это страшные вещи. Что Он видел? Убивает друг друга, еще что-то делать, все, что хочет, творят. И Он посылает Иисуса, своего сына, и увеличивает риск. И Он знает, что ставка, которую Он ставит, 1 к 7 миллиардам, примерно. Мы сейчас говорим, кстати, земля, население не сильно и менялось. Это не правда, что раньше было меньше. Очень много было. Так же самое где-то, примерно. Может, больше даже. Бог увеличивает ставку и рискует всем, что у него есть. Вот кто из вас участвует в рынках? В крипто, в фондовых рынках или хотят участвовать? У вас были такие случаи, когда вы учились или сейчас это делаете? Раз, у вас там, скажем, тысяча долларов на счету. Вы купили две акции компании Apple, Apple просел 5%, вы добавили еще две, там еще остается примерно еще полтора, ну еще две. У вас весь счет вложен в акцию Apple. Было такое? Представьте себе, если у вас мультимиллиардный счет, и вы влаживаете в разные компании, и тут везде что-то опускается, просадки, и вы добавляете, 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 и тут у вас такое желание. Так, короче, все, все ставлю, все, что мне есть. All in. Вы поставили. Бог сделал именно это, когда Он отдал Своего Сына, потому что в Иисуса Он вложил все. Полнота Божества телесно в Иисусе Христе. И Он это все вложил для того, чтобы вот эти маленькие волатильные творюшки, мы, вдруг стали похожими на Иисуса. И Он вложил. И у Бога получилось. Спасибо Господь. У Бога получилось. Эта ставка получилась. И даже Иисус мог отказаться, чтобы это произошло. Он в Гефсимании решается все-таки пойти на это. Спасибо Господь. Он решается пойти на это. И дальше. Его воскресение оправдало весь мир. Бог сделал так, что Он вытащил вот это весь этот мир, который был на самом дне. Кто видел графики, да, раз там уже на самом дне, все. Ну все, конец. Нет смысла брать эту акцию. И Бог туда, и Иисуса еще. Максимум ставка. И началось движение вверх. С воскресением Иисуса Христа что случилось? Мы сразу прыгнули на тот уровень, где мы должны вообще быть. Представляете? Геп ап. Кто знает, что такое геп ап в рынке? Спасибо Господь. Это когда просто разрыв. Вы открываете утром, у вас была Алибаба по 200 долларов. Спасибо Господь. Кто знает. И вы открываете 290 на следующий день. Геп ап. Продаем. Индии за сны. Право оглашаем это. Это, кстати, происходит очень часто. Бог это сделал со всем человечеством. Поэтому у нас есть привилегия. Представляете? Работать с людьми. У меня есть привилегия работать с Виталием. Это похоже на Иисуса человеку. Юнир похожий на Иисуса человеку. Кристин похожий на Иисуса. У меня есть привилегия работать с человеком, который похож на Иисуса. Вау. Окей, он, может быть, говорит иногда, что вы мне вату катаете. Ну, есть такие выражения. Но он похож на Иисуса. Да, я их выучил. Кстати, у меня есть ментор или учитель мой. С момента, как я сюда приехал, очень хорошо. Видите, есть люди, которым можно быть рядом и расти. Я расту не только в жаргоне, а в самом отношении. Человек просто золотой человек. Спасибо, Господь, за вас. Это правда. Теперь, если Бог сделал нас, уже поставил на это положение. Враг, дьявол, страх, неудачи, разные ситуации в нашей жизни уже под нашими ногами. Это не мотивационная проповедь сейчас. Это факт, который произошел благодаря Иисусу. Бог уже сделал gap up. Мы уже рванули вверх. Религия или старание проповедует, ты должен идти потихонечку вверх. Тебе нужны хорошие новости каждый день, чтобы стоимость ишла вверх. Тебе еще что-то нужно. Тебе на федералы, чтобы тебя постоянно выкупали, как они это делают сейчас в акциях. Ничего тебе это не надо. Бог сделал. Он поставил огромную ставку. Мы уже вырвались. Теперь, находясь здесь, в праведности Божьей, будучи царем и священником, каждый из вас, абсолютно каждый из вас, находясь вот в этом состоянии, вот здесь, что я с этим буду делать? Говорить слова, которые будут приносить высокое вознаграждение. Или продолжать думать. Я не знаю, кто бы из вас бы включил свой счет с брокером, да? И вот вы эту Alibaba брали по 200, вы проснулись на 290, и вы не верите. Просто вы не верите. Вы смотрите, у вас там 90 тысяч в плюсе. И вы, да, это все ерунда, я не верю. Выключили приложение. Или вы умные люди, вы сразу, амау, да, я закрываю позицию, я забираю прибыль. Почему мы так относимся к тому, что нам дано без цены? Мы будем относиться хорошо к нашим бизнесам, к нашим деньгам, мы будем переживать за это. Почему мы не переживаем за то, что или не может быть до конца принимаем то, где мы на самом деле уже находимся? И это положение, не важно, сколько тебе лет, абсолютно не важно. Есть статистика, люди, которые сделали колоссальные изменения в мире, это были люди уже в возрасте. Есть единицы, которые сразу в молодости, есть люди, которые в разной. Но в основном это уже чуть-чуть позже. Это вообще не имеет значения, сколько вам лет. Вы на самом деле уже сейчас можете с того, что у вас есть, сделать очень много. Я вообще верю в то, что то, что у тебя есть, сколько у тебя своих денег есть, возможностей есть. Ты можешь умножить в тысячи крат, потому что твое положение уже другое. Ты уже можешь мыслить по-другому. Ты мыслишь не со стороны, что тебе нужно подзаработать. Ты мыслишь со стороны, я хочу, чтобы завоевывать, захватывать, царствовать. Выкупать Киев, допустим. Церковь Амавил выкупила Киев. Это мы не говорим даже шутки, это не просто громкие слова. У нас в Штатах есть церковь, движение Flame of Fire. Это Андрей Шаповал с Калифорнией, не перепутать с другим Андреем. Есть еще один. Они выкупают в городке, где они живут, Ренчо Кордова называется, городок. Они выкупают, короче, не говоря так, мэр их города сказал так, если вы уйдете с нашей местности, мы потерпим экономический минус в округе. Они имеют разные бизнеса, выкупленные земли, дома они строят, они делают комьюнион, общественные разные помощи людям и так далее. Если они уйдут, пострадает этот регион полностью. Настолько они уже влияют. Это люди только несколько лет в служении, вообще несколько лет в бизнесе. Кстати, бизнес это и есть, служение и дело, это одно и то же слово. Что я хотел сказать, что... Да, Эммануил выкупает Киев. Смотрите, те границы, которые мы себе ставим... Вот, допустим, я могу смотреть на что-то, что у меня есть. Давайте просто возьму... Я когда раньше... Я начинал говорить о деньгах, кстати, очень давно. В церковь, в которой я ходил... Я начал... Мне приходили откровения о деньгах. Ну, я вообще бизнесмен с 18 лет. Подождите, это неправда. С 13 лет. Мы еще жили в Белгород-Днестровске. Я фотограф. Может быть, кто-то не знает мою историю. Я вообще страшно заикаюсь. Я не умею с людьми разговаривать и знакомиться. До 29 лет я заикался так, что вам было бы неприятно вообще рядом быть. Мне самому было это неприятно. В 27 лет я уже был 33 место в Вашингтоне, кто зарабатывал больше 2 миллионов в год, но я ни с одним клиентом не разговаривал. Просто делали люди все. С 13 лет я в бизнес. Я был фотографом здесь еще в Белгород-Днестровске. Маленький такой фотограф бегал. У меня был Киев фотоаппарат. Кстати, Киев фотоаппарат. Мир объектив был. Кто, может быть, знает эти старые еще эти вот модели. И я свадьбы фотографировал. И похороны мне попадали. Короче, я и то, и то фоткал. 100 долларов за свадьбу, 50 долларов за похорон. Это серьезно. Я зарабатывал тогда. Каждую неделю что-то было. Кто-то или умер, или кто-то женился. Одну из двух. Я зарабатываю и зарабатываю на этом. И когда мы приехали в Америку, я хотел то же самое быть фотографами. Тоже неплохо я поднялся на этом деле был. Но я сильно заикался. Мне не с кем было это делать. Мне самому было очень сложно. В смысле, если невеста очень красивая, я вообще не мог ей ничего сказать. Как стать, куда повернуться. Просто фоткал и все. Я правду говорю. И когда я открыл свой первый уже более-менее нормальный официальный бизнес, мне было 21. Мне тогда начали приходить откровения о деньгах. Можно еще говорить? Есть у нас время. Приходить начали откровения о деньгах. Первое откровение, которое мне пришло, что деньги – это результат того, кто ты есть. Если мы говорим о бизнесе, того, кто ты являешься в своем бизнесе. Это будет результат. Допустим, могут быть результаты, может результат деньги прийти от плохого отношения. Да, просто ты попал чисто случайно, но они так же быстро и уйдут. Кто знает это место, что богатство, которое быстро наживается, имеет крылья. Примерно. Я сейчас не помню точно. Поэтому, а я, так как я не мог разговаривать, то я не мог ничего плохого или хорошего сказать. То есть я как бы попал чуть-чуть, я чуть-чуть обхитрил всю систему, потому что мне невозможно было это все произносить, то, что мне, может быть, не нравилось. И мне как бы оно и идет все хорошо. Видно, ангел тоже. Да, заткнись. А видите, а сейчас разговариваю, невозможно остановить. Это ж… А представляете, если бы я так с детства делал? Это ж вообще. Ютюбер там был бы сразу номер один. И мне начали приходить откровения, что количество денег будет или имеет возможность приходить большое количество денег при моем отношении и вообще, что такое деньги для меня. И я помню, в одной церкви я так говорил, это уже было в Америке, мне было, наверное, лет… Ну, кстати, сильно заикался. Я выходил, иногда что-то говорил, и люди просто ждали, когда я сяду. Это правда. Я выходил, у меня были откровения, но это невозможно было слушать, поэтому я быстро сказал, что кто-то что-то понял. Я пошел, сел, люди подходили, спасибо, очень хорошее слово. Я думаю, да, хорошо, что вы еще там в Америке все nice, все улыбаются, знаешь, там думают за тебя плохое, а они все хорошие говорят. Это хорошо, кстати. Они не спешат плохие вещи говорить, да? И у меня было такое откровение, что все, что у меня началось, оно началось с посевов, которые я начал делать. Я это увидел. Мне было тогда 12 лет, мы с папой, у меня отец Леонид, он был евангелистом Одесской области, открыл пять церквей в Одессе. Народная, Голос истина, вы же знаете эти все церкви. Это еще были 90-е годы. И мы с ним постоянно были на разных случаях. Бонке, Йонгичо, в разных местах. Где только кто прилетал, папа там всегда был, как бы один из, не знаю, помощников, постоянно. Где только миссия Эммануил, знаешь, эти с Одесской области. Эммануил, по-моему, да. Да. Окей. И я помню, у меня было, ну я же уже как бы фотограф был, что-то там зарабатывал. Я помню, я спешил кому-то, кого-то благословить. Финансово. И когда мне начали приходить позже уже откровения, я увидел эту цепную реакцию, что происходит, когда мы начинаем, когда я начал это делать. Просто финансово кого-то благословить. С того, что у меня было. И мне пришло кривение, что не важно, сколько у тебя сейчас, пусть это будет 50 гривней или 50 долларов. У вас есть возможность это увеличить. когда вы посеете то, что у вас есть. Я сейчас, может, это говорю просто, может быть, это, ну как сказать, аров блу, да, как бы, ну, ни при чем тут. Но это имеет огромные принципы. Если вы посмотрите на всех успешных людей сегодня, у них есть такая же самая последовательность. Даже те, кто не в церкви и не знают Бога, но они верят, они верующие. То, о которой верю я говорил, они видят и они осуществляют. Они верят. Эти люди, у них у всех есть одно такое качество. Когда они работали из гаража, у них ничего не было, они кого-то благословляли финансово. Смотрите, когда Иисус, помните, сказал, что женщина, а, Иисус стоял и наблюдал, когда люди будут бросать деньги в сокровищницу. Иисус наблюдал. Кстати, Иисус видел это все, это было открыто. Они это делали открыто. Эти люди. И когда подошла вдова, которая имела там одну лепту, да? Две лепты. Спасибо. Я, видите, не очень... Я не богослов. Спасибо, Господь, что я не богослов. Но я учился в Киевском заочном библейском институте в 14 лет. И закончил его заочно за один год. Так что, серьезно, это было. Ну, я заикался, мне не с кем было говорить. Я все же мог это читать, учить, писать, и все свои дни в этом был. И когда эта вдова кинула две лепты, Иисус тоже это видел. Это было открыто. Она не тайно это кинула. Она не сделала это так, чтобы никто не видел. Она точно так же, как те фарисеи кидали свои сотни тысяч долларов. Она кинула две лепты. Иисус это заметил. И он сказал о мере. Он говорит, не количество имеет значение, а мера. И вот представьте себе, 50 долларов, для кого-то это значит что-то вообще, это хорошие деньги, 50 долларов. Ну, кто-нибудь. Кто-нибудь, 50 долларов. Давайте вы просто вот сейчас смотри, вот эти 50 долларов, для тебя это деньги, да? Ну, для меня это деньги. Это я правда говорю, для меня это деньги. Мне нравится вообще номер 50. Вообще 50 это цифра благодати, может быть, кто-то не знает. Или число Святого Духа, да? Пятьдесятница, день Пятьдесятницы. Поэтому мне Господь в прошлом году дал такое желание. Это не было приказом, я могу это не делать. Но мне Бог дал такое желание благословлять людей 50 долларов. И я верю, что когда я это делаю, когда я даю кому-то 50 долларов, это не только вы сейчас получили 50 долларов, которые вы потратите на новый, да нет, на телефон не хватит. На что? Что-то, белочка какую-то, да, взять. Это помазание с этим приходит. Точно так же, как мы возлагаем руки на больных, и у нас есть обетование, они будут здоровы. Точно так же у нас есть обетование, что когда мы сеем, не только я пожинаю, потому что это иногда выглядит эгоистично, да? Я сею, я пожинаю. Скажите, Бог посеял вообще в нас? Он все, что у него было, посеял. Он пожал свои результаты. Он пожинает. Он пожинает постоянно. Он не глупый инвестор. Он инвестирует мудро. Он знал, что если он пожертвует Иисуса, он пожнет 7 миллиардов Иисусов, если так можно сказать, тех, кто будут в Иисусе Христе. И он радуется. У него возврат на его вложение 7 миллиардов раз. Один человек и в 7 миллиардов результат. Вы знаете, это не во 100 крат Бог хочет тебя благословить. Вообще цифры 30, 60 и 100 крат – это ветхозаветные понятия. Мы в благодати. У нас тысячи крат, миллиарды крат. Спасибо, Господь. Это я хочу тебя этим благословить. Спасибо, Господь. Смотрите, это мера, которая для меня. Для меня 50 долларов что-то значит. Представьте себе такой, не знаю, сосуд. И вот весь этот сосуд – это 50 долларов полный. Это все, что у меня есть. И я принес это и благословил. Как тебя зовут? Сергея. Благословил Сергея. Или в церковь, в Италию пастору, любому человеку, от которого вы получаете благословение или хотите быть благословением. Я принес. Это для меня много. Я подарил. А есть ситуации, когда для меня 50 долларов – ничего. Может такое быть? Вот, допустим, вы миллионеры. Вам 50 долларов – это даже покушать нормально, у вас уходит 250 баксов. Просто чисто. Аллилуйя, вы поели, и 250 баксов, как не было. Или 300. Есть такое. Я знаю некоторые, которые летают с Америки во Францию на выходные, чтобы покушать какой-то стейк особый во Франции. И прилетают обратно. Им обходится 10 штук примерно с билетом в первом классе. И если для меня 50 долларов – ничего, в моем понимании, для меня, если я могу выкинуть 50 долларов на ужин, и вообще не обратить внимания, да, но я приду в служение или вот в церковь и скажу, окей, Господь, я сею, и там на иных языках, как кто-то у нас тут умеет на иных языках громко. Да, раз так. И 5 долларов. Спасибо, Господь. Ну, 50 долларов я могу покушать, опять долларов кину. Ваши 50 долларов, ваши или 50 долларов выкинули, но если это для вас ничего, вот эта мера. Поэтому, когда вдова положила две лепты, она на самом деле положила много. Принципы, которые сработают в твоей жизни, в твоем бизнесе, в твоем служении, в твоих отношениях, как вера и успех. Это не от количества, сколько ты дал, а что это значит для тебя. Но, серьезно. Если для вас деньги – это зло, извините, у меня сразу вам ответ. Вам уже сейчас нечего думать об этом вообще и двигаться в этой сфере, искать откровения от Бога в этой сфере, пока не изменится мышление. Но если вы считаете, что деньги – это инструмент, это рабочее, которое мы можем запускать в какую-то работу, это что-то, что может изменить чью-то жизнь, мою жизнь в первую очередь. Поставьте себе те вещи, которые вы представляли, когда вы закрыли глаза. Что вы представили? Я представляю купить костыли хромому человеку. Я не верю в это. Не верю. Да, мы помогаем людям, я люблю это делать. Когда вы закрывали глаза, я думаю, что вы представили то, что вы хотите для себя. А почему? Вы думаете, Бог не получает удовольствие от того, что Он делает? Он говорит, я буду смотреть с довольствием на подвиг души своей. Я буду радоваться о вас. В Ветхом Завете даже есть выражение, как-то оно проскользнуло в синодальный перевод, там говорится, что Бог будет танцевать о тебе, ликовать, танцевать о тебе. Всей душой радоваться, ликовать. Бог получает удовольствие от того, что Он сделал в нашей жизни и делает. И когда мы, как Его же дети, которые похожи на Иисуса полностью, пользуемся тем, что у Него есть, получаем сами радость от этого. Помните, есть эти места в Тимофею, где к рабам написано там, как это, сребролюбие и зло, да? А к богатым. Наслаждайтесь. Бог дает вам это все для наслаждения. Бог дает это все для наслаждения. И богатейте еще добрыми делами. Если вы сделаете себе такой опыт, вот прямо сейчас, не знаю, может быть, если была бы какая-то музыка, пианино, нет ничего такого? Пойдет подыграть. Смотрите, если вы прямо сейчас сделаете такой опыт. Я хочу научиться сеять в момент моей веры. Я заметил, что когда происходят результаты в моей жизни, это посевы в момент веры. Вы сейчас услышали слово. Кто получил хоть что-то сейчас, сегодня, за это служение? То, что может зародиться внутри тебя, это может быть откровение, которое Виталий вначале сказал, откровение, которое начнет двигать тебя в твоей сфере, в то, что ты любишь, в то, что ты мечтал, в то, что ты представлял сегодня. Ты можешь начать в этом двигаться. Кто из вас, кто-то один, поднимите руку, кто сейчас за это служение уже получил откровение, что он будет делать? Прямо сейчас. Есть такие люди? Вот, девушка, я хочу, чтобы эти 50 долларов тоже были с помазанием по имени Иисуса. Спасибо, Господь. В тысячу крат. Спасибо, Господь. Это не для показухи. Я вам серьезно говорю. Я же говорю о помазании. Я хочу, чтобы это было зацепкой для Духа Божьего, начать это делать через вас в других людях. Спасибо, Господь. Кто сейчас понимает эти принципы, что сеяние может произвести жатву? Ну, ничто другое. Нету возможности по-другому пожать больше, чем начать сеять. Вот прямо сейчас найдите кого-то, кого вы хотите благословить. Прямо сейчас. Вот серьезно, не стесняйтесь. Мы в открытой обстановке. Если вы хотите благословить кого-то здесь в зале, просто начните это делать. У вас одна гривна есть? Дайте одну гривну. Не важно, сколько есть. Прямо сейчас. Можете благословлять это служение пастора, жену пастора. Кого-нибудь. Найдите прямо сейчас. Мы уделим несколько минут для этого. Мы сейчас активируем нашу веру, то, что мы представляли себе. Есть закономерности, которые начнут работать, потому что мы начали это делать. Вот я поверил, и я сделал. Я поверил, что Сергей на самом деле помечтал о чем-то. Я поверил, что девушка там. Это я поверил в это. Потому я это сделал. Я верю, что Бог здесь будет воскрешать эти служения. Он становится новой культурой на самом деле. Не собирать деньги, а раздавать деньги. Спасибо, Господь. Я хочу вас тоже благословить. Вот тебя. Спасибо, Господь. Вас тоже. Спасибо, Господь. И вас тоже. Да, принимаю. Спасибо. Спасибо, Господь. Вас благословили. Спасибо, Господь. Поплани тебя, Господь. Вас сто крат. В тысячу крат. Извиняюсь. Мы уже сто не делали. В тысячу крат. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Виталий, в тысячу крат. Спасибо, Господь. Помазание во всем. Спасибо, Господь. Да? Можно услышать разные истории, хотя я их открыто говорю, у меня есть на YouTube практически все, что вы хотите услышать обо мне. Но если Дух Божий приоткрыл ваши сердца, и вы действительно восприняли, как приходит вера, с чего она начинается, и что мы можем просто делать, чтобы уже в этом двигаться прямо сегодня, это ради этого, это все служение. Мы здесь не говорим о том, куда-то пригласить вас в какой-то бизнес или еще что-то. Я хочу, чтобы вы увидели свою мечту, вы увидели свой бизнес, свое движение. Спасибо, Господь. Я хочу еще одного человека благословить. Нету 50 долларов, 100 долларов. Спасибо, Господь. Хочу вас благословить. Тысячу тракт. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Принимаю. Спасибо, Господь. Есть помазание, которое высвобождается в этих вещах. Это не я или еще. Это просто Дух Божий.